всех приветствую на канале мир качественного алкоголя что можно сказать давненько не виделись я думаю все понимают у каждого свои жизненные обстоятельства свои проблемы в жизни канал на какое-то время стал не моим основным приоритетом тем не менее хобби никуда не ушло хобби именно сравнивать а не пить сегодня я хотел еще немного потестировать джинны то есть баристер я уже сравнивал с кем только можно поэтому баристер я уже неоднократно говорил мне очень нравится при этом мне за это мнение никто не платил я просто выбирал аналоги и недорогие для тех же гордон соби фитер которые ну явно ценители не назовут образчиками показательными джиннами тем не менее для меня вот как самое популярное бифитер мне по моему свое время больше нравился чем гордон с такой жесткий и можжевеловый классный но тем не менее в чистом виде я его не пью а как бы зачем тогда сильно переплачивать поэтому вот стал искать среди российских не помню даже как я на него вышел то есть как я о нем узнал но тем не менее баристер я нашел сравнил для себя было уже несколько обзоров с такими сравнениями понял что баристер для меня для моих вкусовых рецепторов для моих ожидания джина не сильно отличается от бифитера в общем сегодня хотел просто сравнить баристер драй джинн который я очень люблю и очень мне советовали попробовать вот такой джинн это импортный уже и якобы ну настоящий лондонский сухой лорд майор джинн как-то так он называется при том что в том же магните в пятерочке он кстати много где продается он не так уж и дорого стоит то есть не настолько дороже чтобы им можно было пренебречь то бишь баристер у нас стоит ну нормальная скидочная цена это в районе 600 там 650 рублей ну а лорд майор джинн где-то 689 рублей стоит по акции в том же магните или в пятерочке поэтому не такая уж и большая разница тем более что вот тут якобы для снобов это российский джинн как его можно пить а вот это настоящий импортный ну собственно и попробуем почему бы и нет почему бы не сравнить мне самому интересно тем более что разница в цене ну не такая высокая но тем не менее в плане стоимости баристера наверно финальные гвоздь в крышку всех остальных джинов более дорогих как российских так и импортных это то что он появился не так давно год наверное или полтора в красном и белом и теперь вот такая бутылочка 07 продается за 540 рублей что ну вообще какая-то супер низкая цена ладно это я отступил тем не менее я подумал чтобы хоть как-то интереснее сделать это сравнение сделаю его в слепом формате ну а потом подумал что выбирать слепом формате из двух джинов как-то ну так себе скорее всего я угадаю где какой она и решил добавить broom broom это просто моя любовь в плане бутылочки этикетка отличная у меня на него уже был подробный обзор я сравнивал синий там и розовый который ароматизированный и кстати по ценнику на то время он стоил в районе 750 по акции а нормальная цена около 1300 сейчас в перекрестке несмотря на ситуацию экономическую он продается еще дешевле по акции по моему это что-то около 650 рублей точно не помню прикреплю фотографию в общем насчет джинов у меня было уже полно обзоров и не вас не получится я думаю обвинить меня в том почему я не добавил сюда более подходящее для такого сравнения образцы потому что джины я сравнивал ну просто вот практически все которые можно достать в российском сегменте на полках наших магазинов ну из более менее до такого адекватного ценового диапазона поэтому сейчас я просто хотел сделать для себя сравнение может быть от баристера пока отойти и возможно импортный окажется более полнотелым но и собственно решил поделиться таким сравнением с вами ну а для интересности добавил еще 3 чтобы вообще сам себя запутать в общем не будем долго затягивать я отходил в соседнюю комнату помогали мне тут разливать по разным бокалом у нас так и не разжился маркерами для бокалов для слепых дегустаций давайте начинать слепую пробовать на нос вот прям яркий цитрусово-можжевеловый аромат сразу у желтого вообще не отталкивающий очень приятный тут какой-то более колючий сразу более вот одеколонистый какой больше нравится вот прям не скажу однозначно более цитрусовый желтый который опять же в чистом виде вот я не буду это в чистом виде пить ну а тем не менее понятно что в коктейлях скорее всего разницы практически не будет поэтому чтобы хоть какую-то разницу вкус ароматическую вам описать вот такие бокальчики достал дегустационная тут более корковый более горьковатый более можжевеловый аромат тут более сладенький более цитрусово тут именно кожура вот которая не с горечью а именно ближе к мякоти которая то есть более эфирно-слащавые то тона до более сладенькие такие а здесь же более уже такой он одеколонистый колючий чуть больше специй давайте сразу оранжевый оранжевый какой-то другой более джин тоник овский что ли как будто бы более разбавленный более коктейльный аромат немножко вот такие не самые вроде бы и грифрутовая сладость какая-то с нотками цедра вроде бы и какой-то вот такой немножко аромат старых вещей ну давайте предположим что оранжевая ароматика мне понравилось меньше всего ну тут как бы более жесткая вот в прозрачной в прозрачном маркере более жесткая наверное ароматика тем не менее она мне нравится больше всего тут немножко она все-таки тоже конфеточная слащавая давайте на вкус наверно попробуем попробуем давайте с первого ну чуть меньше мне вкус нравится чем аромат эфирные маслянистые какие-то тона каких-то цитрусовых ну пока собственно сказать нечего давайте который самый одеколонистый вот тут прям мягкая маслянистость такая этот какой-то непонятно шершавенький все-таки а тут прям он маслянистый стекающий у тебя поротовой полости можно как бы сразу такое ощущение что можно его катать во рту маслянистый с горечью цитрусовых ну не знаю честно можжевеловые я возможно у меня уже иммунитет просто потому что я так много пробую джины можжевеловые не так я почувствовал теперь вот этот с непонятной ароматикой уже готового джин тоника да вот пустым бокалом из под джин тоника пахнет то есть прим помимо джиновых нот еще какая-то слащавость какая-то горечь как будто там еще розмарина веточка была ну а вот вкус поинтереснее вкус поинтереснее но все-таки какая-то но от кого-то я не знаю как будто бы парафина на финише ощущается какая-то не совсем вроде бы натуральная что ж могу сказать что вот этот прозрачный мне понравился больше всего между вот этими двумя я не определился но они как бы оба не самые богатые в плане вкуса но вот этот хотя бы цитрусовый какой-то здесь ну такое что-то не совсем до конца понятно давайте вскроемся блин а вот это реально интересно потому что опять в даже в слепую мне больше всех запомнился понравился баристер абсолютно честные слепые сравнения я всегда делал это не отличается от всех остальных тем не менее вот он сразу выделяется я имею ввиду баристер своей маслянистостью и своей именно вот ноткой такой одеколонной которую ты ждешь от джина то есть это можжевеловые колючие такие парфюмные специи вполне неплохо мне кажется а вот это вот как раз парфюмированность и немножко наигранность со вкусом уже наводит меня на мысли что и синий в общем-то не самого натурального состава не самого натурального там дистиллирование собственно давайте повторим так и давайте я теперь уже поставлю по тому как бутылочки стоят чтобы уже сам себя не путать прозрачный был баристер желтый был лорд майор с джин и оранжевым был брумс давайте пробовать насколько он тут выдохся посмотрим ну ароматика яркая на самом деле то есть я бы не сказал что он как-то там выдохся ну такая вот реально как будто бы из-под выпитого джин тоника то есть какие-то слащаво горьковатые немножко конфетные непонятно с чем с каким-то имбирем и можжевельником в перемешку конфетами какими-то цукатами вот такими странными ну а тем не менее что-то вот такое огуречное что-то вот цитрусовое не скажу что прям можжевеловая бросается но тем не менее осталось в нем какой она оригинальный был я уже не помню опять же обзор прикреплю в описании ссылку можно будет там посмотреть так ну и теперь лично мне было больше всего интересно сравнить именно баристер и чуть чуть более дорогой лорд майор с джин ну вот знаете какая особенно здесь какой-то ну стандартные такое для понимания одеколониста можжевелово-цитрусовые тона и плюс у него реально такой характер одеколонистый то майор с джин он уходит куда-то вот у него более мягкий аромат и он уходит куда-то больше такие пряные теплые специи как будто бы индийские то есть что-то вот но вот она более такие даже не перечные да не гвоздичная а вот именно такие сладковатые пряные согревающие то есть что-то реально вот как цитрус с корицей первое что чувствуешь до обволакивающий вкус маслянистый потом уже цитрусовая какая-то кожура идет цитрусовая мякоть не мякоть а вот это именно белая шкорка такая от помыла которая дает эфирность вот эта сглаживаемость вкуса более мягкая ароматика а так в целом я не скажу что это лучше просто здесь кому что больше нравится слушайте но он тоже маслянистый он более мягкий однозначно не такой выраженный тут как посмотреть то есть он более мягкий но он не такой выраженный не такой яркий с другой стороны тут как преподнести то есть и я не скажу что он о ну все это настоящий джин это нет то есть этот более яркий более насыщенный более колкий, более одеколонистый, и при этом естественно, чуть более грубый, более спиртуозный вроде бы. Этот чуть более мягкий, за счет того, что уходит куда-то в корицу. Какое больше понравится вам, я не могу сказать, потому что в коктейле, мне кажется, Бористор Dry Gin будет чуть лучше себя показывать, потому что будет больше джиновых нот. Бористор, он как бы бьет в лоб, говорит, я одеколон, то есть в хорошем смысле этого слова, не то, что это дешевое, да, там что-то, а именно вот такой грубый, мужской, колкий, ядреный, парфюмный, елочковый, то есть можжевеловый, цитрусы тоже есть. Каких-то специй я бы, конечно, хотел побольше, то есть чуть больше разнообразия получить, но тем не менее, вот елочка, цитрусы, и в общем-то все. Сейчас вот сравнивая, понимая, что ну прям вот чего-то особенного в нем нет, а с другой стороны и в бифитере я не видел ничего гораздо более особенного, там во сколько, в три раза что ли он стоил, когда еще более-менее адекватных денег, в районе полутора тысяч, ну ничего бы более, в три раза более крутого я там тоже особо не чувствовал. Hendrix, да, чуть-чуть более интересный, Tankeray, он более как Barister Dry Gin на максималках, то есть там более насыщенный. Но тем не менее, обзором я поделился, надеюсь, кому-то это видео будет полезным. Поддержите это видео лайком, скоро будет следующее, еще более насыщенное в плане содержания информации. Ну что, всем спасибо, что посмотрели, уделили время, спасибо за просмотр, и до встречи в новых видео, всем пока!